Но опять же, что происходит в отечественном сельском хозяйстве? Самодостаточно ли оно само по себе? И если по мясу и молоку Казахстан по-прежнему во многом импортер, несмотря на многолетние и снова провальные многомиллиардные программы, то вот по пшенице мы всё так же в лидерах мирового экспорта. Впрочем, и здесь замечены тревожные тенденции. В прошлом году, например, были выявлены факты продажи зарубежного зерна в соседние нам страны под видом казахстанской пшеницы. В нынешнем году добросовестные фермеры вновь опасаются, что их могут снова потеснить. Кунсая Курмет разбиралась в проблеме. Новость о том, что уже в июле мука в Казахстане может подорожать почти на четверть, не на шутку возмутило население. Люди недоумевают, почему в стране, которая является центральной азиатской хлебной житницей и одним из ведущих производителей и поставщиков пшеницы в мире, дорожает этот жизненно важный продукт. Ответ прост, говорят отечественные мукомолы. В стране острый дефицит сырья. В то же время Министерство сельского хозяйства нехватку зерна отрицает и успокаивает население тем, что до следующего урожая запасов пшеницы в стране хватит сполна. Параллельно с этим, с 1 апреля нынешнего года правительство ввело квоту на экспорт пшеницы и пшеничной муки, установив тем самым лимит, согласно которому с территории Казахстана за период подготовки будущего урожая можно вывести не больше 1 миллиона тонн зерна и 300 тысяч тонн муки. Но соблюдается ли это ограничение? И вообще, насколько правдивы те данные, что приводит Минсельхоз, говоря об имеющихся объемах муки и пшеницы в целом и вывозимой из страны продукции в частности? В апреле на заседании комитета вице-министр сельского хозяйства сказал, что у производителей есть порядка 6 миллионов тонн зерна. Сегодня эта цифра составляет 3 миллиона тонн. То есть, либо за два месяца 3 миллиона тонн зерна потребил внутренний рынок, либо они ушли на экспорт. Как так получается? Насколько эти цифры были точными? Ответить никто не может. В то же время, по словам сельхозтоваропроизводителей, сегодня в стране осталось и того меньше. Всего чуть больше полутора миллиона тонн зерна. Отсюда возникает закономерный вопрос. Почему цифры так разнятся? И почему вообще возникла нехватка сырья? Если первый вопрос уже стал риторическим, то по второму вопросу ответ очевиден, говорят зерноперереработчики. По их словам, все дело в том, что прежде в Казахстан интенсивно завозилась контрабандная пшеница из России. За счет нее местные недобросовестные предприниматели покрывали собственное недопроизводство. Но теперь из-за запрета вывоза зерновых из России, по понятным причинам, в нашей стране возник их дефицит. Это доказывает и статистика, которую предоставил Комитет госдоходов. За последние три года в Казахстан было незаконно ввезено 2 миллиона тонн зерна. Как это происходило, рассказали в Союзе зерноперереработчиков. Приезжают закупщики с деньгами, с наличными в приграничные территории Российской Федерации. Закупают зерно камазами, провозят через границу, не показывая эти объемы. Завозят в Казахстан, находят крестьянское хозяйство. От этого крестьянского хозяйства берут документы и завозят на элеватор. Якобы крестьянское хозяйство вырастило эту пшеницу. То есть она как бы становится казахстанской пшеницей. Потом эту пшеницу уже грузят дальше на экспорт. Казахстан, соответственно, не используется транзитный тариф. Впрочем, факты контрабанды зерновых были всегда, говорят специалисты. Но с момента введения моратория на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, эти объемы сильно увеличились. Этому способствовала ценовая политика российского зернового рынка, где оно существенно дешевле. В итоге страдали не только честные предприниматели, но и республиканский бюджет терпел существенные убытки. По объемам оценивается вообще зерновых в 2 миллиона тонн, из которых примерно около 1 миллиона тонн составляет пшеница. Ну, вспомним, стоимость в сегодняшний день 400-420 долларов. То есть общий объем в деньгах уже достигает 600-800 миллионов долларов. Давайте посчитаем элементарно НДС. Только потери казахстанского бюджета от НДС достигают 40-50 миллиардов тенге в год. От такого, поскольку серый завоз незаконный, не уплачивается НДС на границе. То, каким образом перекупщики так умело обходили налоги, объяснили и в Комитете госдоходов, который выявил две основные схемы серого импорта для перепродажи под видом казахстанской пшеницы в ближнее зарубежье. Первая схема – это занижение стоимости. Вторая схема – это оформление документов импортерам на организацию предприятий, которые на самом деле не имеют отношения к этому импорту. Поэтому и возникла необходимость жесткого контроля и отслеживания всех передвижений, что и начали делать в Комитете госдоходов. И результат не заставил себя долго ждать. Если в прошлом году поступления налогов по импорту пшеницы составили всего 10 миллиардов тенге, то только за январь-февраль 2022 года эта сумма составила уже 4 миллиарда. В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем импорта пшеницы, по которому неуплаченный НДС сокращен в 2,1 раза, а сумма неуплаченного НДС сокращена в 2,4 раза. В результате этого были усилены меры контроля. К примеру, в 2020 году, с октября месяца и весь 2021 год использовались навигационные помбы, а также ведется контроль по недопущению фактов занижения стоимости при импорте зерна. Но один только контроль существующей проблемы сельского хозяйства не решит, говорят эксперты. Необходимо не только создавать соответствующую инфраструктуру контроля, но и пересмотреть политику субсидирования производителей. По мнению экономиста Толюта и Рахимбекова, в первую очередь субсидировать нужно только уже произведенную продукцию. А еще... Надо освободить обороты продовольственных товаров от НДС. Это налог, который губит сельское хозяйство. Я считаю, наши обороты продовольственных товаров освобождают от производства до реализации, включая экспорт и импорт. Надо в первую очередь внедрять контроль за транспортным ценообразованием. Потому что то зерно, которое приходит из России по дешевой цене, переработчики перерабатывают муку и дальше продают за границу. Вот здесь надо контролировать, какие цены. Впрочем, то, что переработка сырья – это ахиллесово пята казахстанского АПК – давно знают все. Здесь тоже необходима разумная государственная политика по стимулированию перерабатывающей отрасли и максимальная ее поддержка. Ну а пока на этом зарабатывают и богатеют соседние страны, которые покупают в Казахстане сырье в виде зерна, перерабатывают его на свои территории и продают уже в виде муки у себя, а также в другие страны. Хотя это вполне мог бы делать и казахстанский бизнес. Узбекистан, Таджикистан и другие страны больше занимаются переработкой и хотят покупать у нас только сырье. Например, Афганистан покупает муку у Узбекистана, а они, в свою очередь, перерабатывают наше зерно. Почему так происходит? Потому что у нас хорошее недорогое зерно, которое можно переработать и продать втридорого. А если будет правильная господдержка, то мы же можем делать это сами. Тем временем цена на пшеницу достигла 170 тысяч тенге за тонну. Если в нынешнем году Казахстану не повезет с хорошим урожаем, а прогнозируют при благоприятных условиях собрать в среднем 16-18 центнеров с гектара, то удорожание зерна и переработанной продукции неизбежно, говорят эксперты.